Здравствуйте! Вы смотрите программу «Подсуществу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня в общественной палате Чувашия прошел круглый стол «Настоящее будущее образовательных электронных услуг в России». У нас в гостях руководитель автономной некоммерческой организации «Тысячелетие» Антон Илларионов. Антон Игоревич, здравствуйте! Здравствуйте! Антон Игоревич, прежде чем провести такой круглый стол, Вы провели мониторинг электронных образовательных услуг. Расскажите, что Вы исследовали? Мы исследовали электронное образование во всей Российской Федерации. В основном опрос проводился в образовательных организациях среднего образования. Но также участвовали детские сады, иногда даже высшие образовательные учреждения. Что такое электронные образовательные услуги? Вот поподробнее, да, что включает вот этот термин? И какие исследования Вы проводили? Что Вы исследовали? Мы исследовали в основном программное обеспечение, которое применяется в школах, в университетах, иногда даже в детских садах. Но это менее всего. Мы особое внимание уделяли исследованию электронных журналов дневников, которые с 2012 года используются в каждой образовательной организации Российской Федерации. Также мы проводили мониторинг оснащения образовательных учреждений, то есть в том числе интернета и условий для оказания дистанционных образовательных услуг в школах. Каковы результаты исследований? Все ли довольны электронными образовательными услугами? Вы знаете, не все. В основном недовольны администрация и в первую очередь педагоги, которые должны быть освобождены от груза отчетности административной, в том числе в соответствии с указами президента. Проще говоря, электронные дневники, которые есть сейчас у каждого ребенка, в каждой школе, в каждой гимназии. Дети довольны, родители довольны, а учителям это как лишняя нагрузка. Учителя готовы заполнять электронный журнал «Дневник», но если это будет удобно и не будет отнимать у них все время, которое они могут потратить, скажем, на подготовку к урокам или другую внеучебную деятельность, фактически у нас учителя превратились в администраторов, которые посылают отчеты. В России всего зарегистрировано более 50 государственных мониторингов, и отчет по каждому собирают и делают, в том числе наши учителя. То есть, я так понимаю, что основная проблема в том, что у учителей слишком большая нагрузка, и им не всегда хватает времени заниматься внесением тех же самых оценок домашнего задания в электронный дневник? Более того, не у всех учителей есть дома интернет. Некоторые программные продукты, которые установлены в школах, не позволяют делать это из дома. То есть, учителя вынуждены становиться в очередь для того, чтобы заполнить оценки в электронном дневнике, когда у школы есть такие же бумажные. У нас есть такие регионы, где интернет не такой доступный? Конечно. Формально интернет есть в каждой школе Российской Федерации. Но, фактически, у нас его скорость оставляет желать лучшего. И, более того, интернет несет в себе финансовую нагрузку на школу. Из-за чего у многих учителей он просто не подключен в классах, и они вынуждены спускаться в кабинет информатики. Или же за оказание электронных образовательных услуг отвечает учитель информатики. Которые записывают оценки всех учеников, всех классов, всей школы. Да. Но, в основном, это все же делают сами педагоги. Таких, наверное, не так много в России? Нет, не так много, но встречаются. Какие сейчас тренды на электронные образовательные услуги? Мы выделяем три тренда. В первую очередь, это смешанная виртуальная реальность. Вторая – это индивидуальная образовательная траектория, которая строится с помощью электронных услуг, в том числе. И третья – это дистанционное образование. То есть образование в любом месте, в любое время. Ну, если дистанционное образование, оно несколько понятно, да, что человек может в любой точке мира получить свою программу и обучаться, да, вот по ней. Что такое смешанная виртуальная реальность и индивидуальная образовательная траектория? Смешанная виртуальная реальность, она предполагает в себе также очки, либо смартфон с линзами определенными. Ученик не перемещается в компьютерном пространстве куда-то. Он находится в классе, и в классе возникают различные явления. Если это физика, то возникает молекула. Если смешанная виртуальная реальность используется в биологии или в медицине, то скелет оживает, у него появляются органы, и ученик, кликая, может видеть полный рассказ по ним. То есть может фактически и оживлять неодушевленные предметы с помощью этого. Это только одно из направлений. Я так понимаю, что все это настолько напрямую зависит от уровня технической оснащенности и региона, и каждой школы. Да, безусловно. У нас огромные деньги тратятся на обеспечение школы всем необходимым. В школах установлены проекторы, электронные доски. Но ими просто не пользуются. То есть они пылятся на складах, да, они есть, они закуплены. Но, к сожалению, для статистики я могу сказать, что еще два года назад в каждый класс американских школ поставили по 3D принтеру в школах. Для этого не обязательно тратить миллионы рублей. Мы, конечно, не США. Как Чувашия смотрится на этом фоне, на фоне России по электронным образовательным услугам, по интернету, по доступу школ в интернет, например? Чувашия смотрится хорошо. То есть у нас все школы находятся на единой системе, на едином разработчике программного обеспечения. Нет такого, как в других регионах, чтобы было установлено сразу три. Платформа достаточно гибкая. Есть небольшая проблема с подключением школ к интернету и с переквалификацией учителей. То есть нужно их обучать этому. Не все педагоги могут выставлять оценки в электронный журнал «Дневник». Но вот в последний год ситуация улучшилась. То есть журналы, оценки, которые выставляют учитель, они не теряются. Они остаются в базе информационной и в случае чего их можно установить. То есть Чувашия показывает положительный тренд. Хорошо. Но вот вы говорите, наверное, о столице, о других крупных городах республики. А как в сельской местности, в сельских школах? Сельские школы стараются использовать электронные образовательные услуги. Но все же меньше уделяют этому времени. Потому что есть некоторые другие проблемы, в том числе с транспортной доступностью. То есть туда иногда автобус не ходит. Что уже говорить об электронном журнале «Дневники». Но у всех сельских школ есть доступ к интернету. То есть они это используют, выставляют оценки в электронный журнал «Дневник». Так что можно сказать, что покрытие на 90%. Ну смотрите, будет интернет, даже если не будет дороги, то с помощью интернета дистанционное образование можно применить. Конечно. Мы за это голосуем. То есть у нас есть… у нас школы очень хорошо оборудованы. То есть даже в сельские школы покупается оборудование и ставится. Но у нас нет программных продуктов, которые помогут это реализовывать. Которые сделают доступ к электронным образовательным услугам простым. Антон Игоревич, ну наверное, по итогам круглого стола будет принято какое-то решение, какие-то рекомендации. Вот что вы рекомендовали регионам, в частности, в части развития электронных образовательных услуг? В первую очередь мы рекомендовали Министерству образования региональному обратить внимание на то, что… на пользователя самого. То есть не на конкретное исполнение федеральной программы определенной, а на то, что нужно ученикам, родителям, учителям. Можно сделать систему удобной. Для этого нужно нормативную базу подстроить под разработчик, чтобы он разработал дополнительный модуль. Скажем, мобильное приложение. В этом нет ничего сложного, это удобно каждому и должно быть использовано. Чтобы учитель мог удобно ставить оценки с мобильного телефона. Ну и, наверное, учить учителей тоже. Чтобы они свободно пользовались смартфонами и новыми современными технологиями. Конечно. Да, это второе направление. То есть нужно обязательно рекомендовать постоянно повышать квалификацию учителям с большим опытом работы. Они открыто идут на встречу. Вот на круглом столе были представлены такие вещи. То есть там говорилось о быстром подключении к Wi-Fi и прочих вещах, что каждая школа должна быть им оборудована. Более того, была принята программа цифровое образование, в которой это прямо прописано. Именно о создании цифровой образовательной среды в наших организациях школьных. Но нужно сделать упор на переквалификацию учителей, на их обучение. И на возможность стимулировать как-то грантами создание электронной образовательной среды. Это тоже у нас закреплено в рекомендациях. Спасибо большое, Антон Игоревич, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. А я напомню, что сегодня гостем программы «Посуществу» был руководитель автономной некоммерческой организации «Тысячелетие» Антон Иларионов. Спасибо вам за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова